Так, я буду негодовать. Ныть, гореть, так что если ты не любитель такого контента, то закрывай, услышимся в другом видео. Для тех же, кто хочет знать моё персональное и настоящее мнение, что ж, добро пожаловать. Минувшей ночью Банжи опубликовали новый выпуск статьи на этой неделе в Банжи, и в нём поделились новой информацией о Грандмастере, о том самом новом уровне сложности сумрачного налёта Найтфола, который призван был бросить вызов самым хардкорным игрокам, самым хардкорным задротищам, ноу-лайферам, гардианам с дестани головного мозга, челлендж на уровень силы в 1060 единиц, 1060 единиц. Итак, что? Что мы видим? А нет, давайте вот, угадайте. Грандмастер будет состоять из полностью переработанных шести налётов, будет ставить перед игроком новые невиданные челленджи, добавит новые механики на знакомые налёты, бонус силы будет понерфлен, подсказка зала и звонок другу, нихрена не поможет, потому что да, они просто отрубили бонус силы свыше рубежа от 1025 единиц, то есть, кто не понял, давайте просто посмотрим, что они пишут. Будет сложно, да-да-да, очень сложно. Чтобы попытаться сделать Грандмастера, вам нужно иметь уровень силы 1025, который на 15 единиц выше Пиннакл Капа, но будет на 25 уровней ниже активности, которая будет установлена на уровне мощности 1050, то есть ещё на 10 единиц и понерфили. У нас также будет что-то похожее на режим Контест, который мы впервые представили для Короны Скорби. Вы не получите никакого дополнительного преимущества, если будете выше 1025 единиц. А теперь просто давайте вспомним, чем каждый из нас занимался в последние несколько недель. Контракты, баунти, рубежи. Контракты, баунти, рубежи. Контракты, баунти, рубежи. Вот объясните мне, в какой вселенной обесценивать старания хардкорной аудитории – это окей? Несколько сотен игроков жопы до крови просиживали, выполняя самый унылый гринд на патрульных локациях и затерянных секторах. Сначала для Сириса, потом для Грандмастера. Любой бонус, который набивает себе самый лютый игрок, игре не нужен, ведь это может кого-то обидеть, кого-то обделить. Обидеть в ММО игре, где в принципе погоня за силой и уровнями – это главная цель. Вы пошли на поводу у казуалов и пришедших в игру недавно чуваков и отрубили лайт в Василисе, хотя хотели сделать все правильно. Вы не добавляете новых рейдов, заставляя фармить силу в том, которому уже больше полугода. Вы анонсируете супер-испытание для ПВЕ игроков, анонсируя нереально высокие нормативы силы на нем, а потом за неделю отключаете. Скажите сразу об этом, вопросов бы не было. Это ненормально. Не нормально. Я очень, очень люблю эту игру. Я люблю студию, которая подарила ее нам, и мне кажется, я неоднократно доказывал это. Но сейчас я искренне не понимаю, что происходит. Почему вы выгоняете свою корр-аудиторию? Почему ивент, который начинается 21 числа, просто вводит с этой брони, которую мы видим в игре, третий год подряд под разными названиями? Почему в игре с моделью дополнений появляется батл пасс, который заменяет часть контента? Почему ПВП ивент появляется спустя 2 года после отключения провальных испытаний 9 и выходит с еще более скудными наградами, чем было? Меня многие из вас не поняли, когда я ныл про отключенный бонус от артефакта, теперь тоже думаю, что большинство не разделит этого мнения. Но это то, что я думаю об игре сейчас. Мне нечем делать контент. Мне нечего делать в игре. Я думаю об этом очень и очень много времени. Чем я могу порадовать своего зрителя, чем развлечь и чем удивить? А о чем думают в студии? Я специально нашел свой твит и посмотрел на дату. 28 февраля. Зачем нужен артефакт? И вот теперь еще раз. Зачем нужен артефакт в игре? Куда его? Зачем этот бонус? Когда его вводили, вы хотели, чтобы игроки могли качаться бесконечно? Чтобы... Чтобы что? Чтобы что? Я не понимаю. Зачем было отрубать понятную систему уровней и силы? Как в первой части, как во втором году второй части. Берите и дорабатывайте, что у вас есть. То, за что мы вас любим. Совершенствуйте. А не перелопачивайте что-то в угоду хардкорности, чтобы затем решить, что аудитория платежеспособных, донатоспособных ньюлайтовцев для вас ценнее, чем те, кто продает вашу игру своим друзьям, коллегам, подписчикам. Под моим последним видео, сколько людей написало, что видео смотивировало их вернуться в игру. Фух, выдыхаем. И это я не самый вкачанный игрок. Ох, как... Как далеко не самый вкачанный. Я успел себе 1026 силы поднять. И то половину сезона я вообще не качался, но потом мне ребята из команды говорят, а то и грандмастер же в король дрочи баунти. И вот я качался, качался. По ляму опыта в сутки иногда. И... И куда? У некоторых 1030-1035 единиц. Куда это теперь будет нужно? Зачем эти цифры в РПГ игре? Где игрок чувствует себя сильнее? Вот да, давайте ответим на эти вопросы. Для чего артефакт и его бонус? Где игрок может чувствовать себя сильнее с каждым уровнем? Что кроме прохождения контрактов сейчас делает среднестатистический игрок? Это мои горения. Спасибо, что смотрели. Можете быть не согласны. Пока.